Сегодня депутаты Чебоксарского городского собрания провели в ней очередное заседание. Главный вопрос повестки дня – новые тарифы на воду. Сколько придется платить горожанам и почему необходимо увеличивать стоимость этой услуги, выясняла Ольга Пырочкина. И вода чистая, и тариф низкий. Так, раньше можно было описать отношения чебоксарцев и водоканала, которые снабжают город водой. Ситуация, которая складывается сейчас, подходит под другую народную мудрость. Любишь чистую воду – люби за нее платить. Предприятие пришло в плачевное состояние. Сети изношены, резервуары старые, зарплата у сотрудников небольшая. Причин несколько. Во-первых, тариф на холодную воду в столице Чувашии уже много лет самый низкий среди городов ПФО – 13,39 руб. Для сравнения, «Аллатарцы» платят закуп 27,46 руб. «Ишкаролинцы» – 15,26 руб. Во-вторых, в начале 2000-х руководство водоканала на модернизацию взяло кредит в долларах и попалось в ловушку курса валют. Так или иначе, водоканал разработал план спасения – специальную инвестиционную программу, которая, помимо прочих мер, требует поднять тариф для населения. Предлагаем обратиться к главе Чувашской республики об установлении предельного индекса размера платы граждан города Чебоксары за услуги холодного водоснабжения и водоотведения в размере 25%. Если тариф вырастет на 25%, значит, чебоксарцы за подачу воды будут платить вместо 13,39 руб. к 16,74 руб. Так в месяц семье из трех человек придется тратить на 70 рублей больше. Прежде чем пойти на такой шаг, народные избранники решили увидеть все своими глазами и посетили водоканал. Мы все стали заложниками безалаберного отношения к своим коммуникациям. Такой вывод единогласно сделали все члены комиссии, выездной комиссии, которая вчера была организована на водоканале. Все остались под глубоким впечатлением от состояния всего водоканала, всех систем очистки, подачи воды, труб. И нет у нас, к сожалению, другого выбора, нет другой альтернативы, кроме как с тем, что согласиться, к сожалению, согласиться с повышением на вот эти хотя бы 25%. У фракции КПРФ не только вот наше в горсобрание, а вообще у фракции КПРФ есть четкая позиция, что КПРФ никогда ни за какие повышения тарифов голосовать не будет. Я буду поддерживать как депутат о повышении тарифов. Почему? Да потому что сегодня кичиться тем, что у нас самый низкий тариф, в этом случае это аморально. Люди поймут, но это неправильно, когда сегодня электроэнергия, которая питает этот большой комплекс, она сегодня поддерживается только одной линией, то есть нет аварийной или запасной. Из 35 депутатов 32 проголосовали за повышение, еще трое воздержались. Теперь слово за правительством республики.